Приветствую, товарищи! Сегодня, 23 октября, улитки анонсировали и запустили уже скидки в War Thunder. И в этом видео мы с вами постараемся разобраться, что же лучше всего взять на этих самых скидках. Первое и самое главное, это, конечно же, премиумный аккаунт. Сейчас внутри игры вы можете купить себе аккаунт на 90 дней и на год со скидкой в 50%. Соответственно, он будет стоить 2450 голды и 7450 голды. Это самое лучшее и самое выгодное, что вы можете приобрести в War Thunder в принципе. А в самом магазине Гайзинов или Пиксель Стормов, в зависимости от того, переходили вы на СНГ клиенты или нет, вы можете приобрести с 50% скидкой премиум аккаунт на полгода, то есть на 180 дней. Он будет стоить 1050 рублей. Напомню, что у меня есть в описании ссылки реферальные, по ним вы можете перейти и закупиться, если есть такое желание. Плюс еще получите мою блогерскую наклейку в подарок. Что же касается самой техники, я вам сейчас все расскажу по порядку. Начнем с США и наземной техники. Из того, что сейчас продается, могу вам посоветовать с низкой ранги. Это М4А5, вполне себе неплохой РАМ-2 с сплошными снарядами, неплохой подвижностью, относительно неплохой броней, которую можно сейчас жестко раздать. Так как совсем недавно в War Thunder подняли урон у калиберных снарядов, а этот танчик как раз таки стреляет с пуштиками, так что он даже получше будет, чем до этого. Всего 575 голды будет стоить. Далее, Black Cat, очень хороший вариант, машина быстрая, бесячая, но не на всех картах, конечно, отыгрывается, и все-таки более скиллозависимая, чем кажется на первый взгляд. 1500 голды. Далее, Т-14, всего 875 голды, он, конечно, уже не торт, не такой, как был раньше, но, в принципе, вполне себе конкурентен. Есть броня, пушка от Джамба и снаряды те же самые, есть стабилизатор. То есть при должной сноровке можно неплохо раздать, но надеетесь, что вас не закинет на 5.7. Супер Хелкот, тоже неплохая машина, тот же самый Хелкот, как и Блэккот, но у него 90-мм пушка и замечательный урон у камерных снарядов. Т-20, 1925 голды всего-навсего стоит. В целом, танчик, конечно, стал в последнее время более скиллозависимый, чем в свое время, например, года 3 назад, но способен объезжать противника с флангов и расстреливать его. Камерные снаряды позволяют часто выдавать ваншоты под башню, тоже вариант неплохой. Далее у меня еще спрашивали, что лучше взять, М26 Т-99 или М46 Тайгер. Я считаю, что М46 будет получше за счет кумулятивных снарядов, которые в целом сейчас более-менее норм, плюс у него камерники тоже неплохие. Цена у них одинаковая в данный момент, и мне кажется, Паттон будет играться чуть-чуть полегче, чем Бершинг, потому что у Бершинга на своем БР может не хватить бронепробития, потому что у него только камерные снаряды из нормальных есть, и пусковые установки с ракетами, не сказать бы, что полезны, и еще при этом взрываются, если по ним попадут, так что лучше Тигра возьмите. Т-54Е1, танчик, который я вам рекомендую взять, 4280 голды. Это хомяк, скорострельная пушка, 5 секунд, механизм заряжения, есть кумулятивы, есть подкалиберы на 8.0. Без стабилизатора, конечно, играется не всегда удобно и хорошо, но вполне себе опасная машина, для расширения сетапа американцев очень даже подойдет. Разумеется, Wolfpack Striker, 4635 голды на данный момент он стоит, отличный легкий танк, гоняет быстро, ломики М900 хорошо при пробитии уничтожают технику, есть активная разведка и вообще достаточно бесячая машина. Правда, в последнее время стало чаще ваншотиться, поэтому играть надо очень аккуратно, и сразу вам хочу сказать, что если вы рассматриваете покупку техники топовой, но никогда на ней не катались, лучше откажитесь от этой затеи. Вы будете просто сливаться по КД и вам это точно не понравится, поэтому наберитесь опыта и потом только покупайте. Но если вы на топах уже гоняли, знаете, что это такое, то вы Wolfpack'а можете брать смело. Далее у нас идет авиация американская. Тут могу посоветовать КИС-43-2 и КИС-61, вполне себе неплохие самолеты. Далее, если вы играете во флот и любите немножко поштурмить, БТД-1 можете взять, но лично мне он не сильно нравится. Но зато у него две двадцатки есть неплохие, что на 4.0 вполне себе годная тема. XP-50 тоже неплохой самолет, для воздушных боев очень нехорош, потому что у него все вооружение в носовой части стоит, стреляет он достаточно точно. Тоже есть двадцатки, есть крупнокалиберные браунинги. Разумеется, Фридрих 4-й американский. Отличнейший самолет, во-первых, дешевый, во-вторых, маневренный и неплохо разносит вражескую летку. Есть 20-мм МГ-151 с МГ-шоссами. Далее, XA-38. Достаточно тяжелый самолет, но с пушкой 75-мм, которая сейчас очень даже неплохо может подстрелить противника, так как у нее есть снаряды М-61, такие же как на Шермане, то есть самолет с пушкой от Шермана, грубо говоря. Плюс возможность подвесить 4 бомбы по 500 фунтов у него имеется, что также хорошо для штурмовки. Focke-Wulf A8 тоже неплохой самолет для борьбы с воздушной техникой. 4 двадцатки и 2 13-мм пулемета МГ-131, у которых есть замечательная лента МДЗ, которая очень хороший урон наносит и поджигает самолеты часто. Так что А8-я Foco очень даже неплохая для американцев. Спитфайр. Он и в Африке спитфайр, бегоманевренный, но вооружение у него слабовато. То есть если вы любите маневренные бои, тоже можете рассмотреть для покупки. А2-D1. Один из самых таких относительно комфортных самолетов для штурмовки наземной техники. Есть 4 двадцатки, есть довольно обширный набор подвесов для штурмовки в виде бомб, в том числе и мощных 2000 и даже 1 на 4000 фунтов. На этом у нас летка закончилась. Что же касается флота. Да, не все его рассматривают и зря, потому что, например, Фрэнк Нокс, очень даже неплохой корабль для американского большого флота, имеет неплохие снаряды, радиофугасы, полубронебойки и стоит всего 800 голды. Также носит на себе 10 неплохих торпед, правда не самое большое количество взрывчатки у них, но тем не менее для выполнения всяких батлпассов и фарма серебра очень даже подходит. Далее переходим к немцам. Для низких рангов можно, в принципе, рассмотреть ПЗ-3Н. Он достаточно скорострельный, но, к сожалению, у него очень сомнительные снаряды. Есть камерники с мощной камерной частью в 100 грамм тротила, но у них пробой всего 50 миллиметров, поэтому основной снаряд на него будет кумулятивный на 115 пробоя. Пробивает всех, но урон сомнительный очень. Для любителей БАБАХ можете рассмотреть немецкий КВ-2, тут про него смысла говорить особого нет. Также Панзер-4Джей или Йод. Неплохой танк, но не для близкого боя, потому что башня у него крайне медленно крутится, но зато сам он может использоваться как ПТ-шка, потому что баллистика хорошая, пробоя достаточно, не самый лучший урон. Мне показалось, что четвертые пазики стали значительно хуже играться и реже ваншотать противника, но в качестве машины для среднего боя вполне подойдет. Разумеется, немецкая 34-ка, Брумбр и КВ-756Р. Три машины, которые всегда будут играться замечательно. Жесткая бабаха, ну, 34-ка в Африке, 34-ка, и очень комфортный КВ с пушкой от Пазика. Это, можно сказать, прям золотая коллекция из трех машин, которые, кстати, можно брать в один бой. Як-Пантера, тоже в целом неплохая тачка, ничем не отличается от обычной прокачиваемой, но она премиумная. Просто быстрее прокачайтесь, если у вас пока начальный этап прокачки самих немцев. Ружка 251-я. Для коллекции в целом можно взять, плюс это один из лучших танков для сбития самолетов из пушки, потому что кумулятивные снаряды летят километров в секунду и стрелять под самолетом несложно. Отлично подойдет для фланговых атак, 80 км в час передом-задом, но сомнительный урон. М-47Г тоже можно рассмотреть для покупки, для прокачки среднеранговых машин. Но играть на нем надо аккуратно и желательно на кумулятивных снарядах, потому что камерники мало кого пробивают. Разумеется, самая важная машина из тех, которые сейчас продаются по скидке за немцев, это там 2АП. Мега отличный легкий танк с хорошей подвижностью, отличной живучестью, в отличие от других танок, при этом нормальными снарядами и в целом играется очень даже комфортно. Очень рекомендую там 2АП для приобретения. Замечательная тачка. Далее вертолеты немецкие. У нас продается Ми-24П. В целом можете рассмотреть. Для стрельбры по противнику с дистанцией 4,5-5 километров на открытых полях вполне себе подойдет. Плюс есть возможность сбивать вражеские самолеты, так как есть ракеты Р-60МК. В один из подвесов можно их поставить. Авиация. Разумеется, Ил-2. Железобетонный беспроигрышный вариант для своего боевого рейтинга для штурмовки. Тандерболт. Тоже можете рассмотреть немецкий, но у него нет подвесов. Только 8 пулеметров браулинга. Для самолетов подойдет. И если вы попадаете в топ, то можете расстреливать из браулинга в крыше противнику вполне себе неплохо. Ташка 154-я. Можно рассмотреть для борьбы с тяжелобронированными самолетами, потому что фугасное воздействие у него прям дико мощное. МК-108, две тридцатки и две двадцатки МГ-151. На фугасных лентах разрывают любую воздушную технику. Но достаточно тяжел в управлении. Далее. Золотой Пантеон. Дорье-335 Б2. Супер шикарнейший штурмовик. Два сброса бомб. Две по 251 на 500 под брюхом. Плюс три 30-мм МК-103 с бронепробитием на скрытой ленте в 55 миллиметров со 100 метров. Простреливает абсолютно все, но очень тяжелый в управлении в плане маневренности. Она у него очень плохая, поэтому надо играть от скорости и полетом по прямой. Г-91 и Р-4 тоже можно рассмотреть для штурмовки, но если вы умеете очень метко закидывать ракеты в управляемые воздух-земля, здесь четыре Нурта АС-20. Если вы умеете метко закидывать их по крышам противника, можно до четырех фрагов делать стабильно. В плане борьбы с воздушной техникой не супер шикарный, потому что ракеты Сент-Видера ИН-9Б способны только по прямолетящим самолетам, грубо говоря, попадать. Но маневренность у него неплохая. Что же касается флота большого, можно рассмотреть на САУ. Принца Ойгана, к сожалению, уже убрали из продажи. Прикол тут в том, что этот линкур, у него 283-мм пушки и неплохие снаряды, как камбранные, так и полубронебойные. Полубронебойками лучше стрелять, конечно, на близкой средней дистанции, то есть до 5 километров. Полноценными бронебойными можно стрелять на большие дистанции. Единственное, что он не очень хорошо живет для своего боевого рейтинга, потому что броня у него не самая лучшая. Наши любимые советы. Что тут можно взять? Трофейный третий ПАЗик. Вполне себе неплохая машина с хорошими камбраниками. Для своего БР прям отлично подходит. ТС-126. Достаточно бронированная машина для своего БР тоже вполне подойдет. Разумеется, Т-34-57. Советский Шерман и КВ-26. Замечательные машины. Единственное, что только Шерман легко уничтожается, поэтому играть надо на нем очень аккуратно. А на всем остальном просто замечательные пушки и пробивные. Т-34-ки, конечно, не самый лучший урон. Но если метко накидывать по уязвимым местам, можно добиться хороших результатов. КВ-6 ваншот машина с корабельным орудием. То же самое касается СУ-100У, но она менее играбельная за счет своих больших габаритов, маленькой подвижности и относительно легкому уничтожению. Хотя она и раньше жила намного лучше, чем сейчас. Если будет желание, можете взять. Но для всех подряд я не рекомендовал бы. Т-34-100, конечно же, замечательная машина, хорошая подвижность и 100-мм пушка, у которой, конечно, понерфлены. Теперь камерные снаряды. Мне показалось, что 100-мм советские последние полгода стали отыгрываться не очень хорошо, но тем не менее для расширения сетапа очень даже подойдет. Остальные машины я бы не рекомендовал. КВ-122 легко пробивается, хоть и ваншоты это неплохо. СУ-122 в целом неплохо, но маленькая броня и как бы специфичность геймплея позволит на ней катать только на больших дистанциях и используя укрытие в городских картах играться будет она печально. С Т-44-122 хлам без брони с мега жесткой раскачкой, то есть после торможения хрен выстрелишь еще и пробивается много легче, чем обычная 44-ка. Его тоже можете не рассматривать. Ну и конечно ТО-55 замечательная машина. Это огнеметный танк, но для БР-8-0 вполне себе хорошо играется на камерных снарядах и для большой дистанции есть подкалиберные и также кумулятивные снаряды. Для топов разумеется деривация, куда же без нее. Одна из самых бесячих машин в артандре сбивает летку, уничтожает наземную технику, но требует скилла. Если вы неправильно будете на ней выкатываться на противника, будете улетать в ангар и беситься, а также писать дневные комментарии, что деривация говно. Если вы не играли на топах, повторюсь, не покупайте ни ее, ни конечно же Т-800-Д. Он кстати замечательный танк. Да, у него подвижность хуже, чем у любой другой 80-ки, но у него боевые возможности остались такие же. Так что одна из самых скорострельных пушек советов топовых, неплохая броня, отличные ломики, играется зашибись. Правда, нет тепловизора и для кого-то это будет проблема, но если вы играете на советах правильно, то есть зеркрашите, на близкой дистанции вам теплак не понадобится. Переходим к советским самолетам. Тут можно рассмотреть П-39 Аэркобру. Если меткость основной пушки попадать с 37-мм и по самолетам разваливаться они будут достаточно быстро, с фугастой лентой разумеется. Далее советский Тандерболт. Собственно, Тандерболт, что тут еще добавишь, еще с возможностью сбрасывать бомбы. Две по 500 и одну на 250 килограмм. Для штурмовки очень даже годная тема. Су-11 реактивный истребитель очень хороший как для штурмовки, так и для борьбы с воздухом. Малый боезапас, правда, поэтому стрелять надо метко. Ек-3 ВК-107 он достаточно маневренный. Тоже можете рассмотреть его к покупке. МиГ-15 БИС. Немножко специфичная машина, потому что есть возможность запускать неплохие ракеты С-1УФ, у которых более 9 килограммов тортиловом эквиваленте. Но они будут запускаться как бы под углом, поэтому как бы наводить их не очень комфортно. Я бы рекомендовал как бы попрактиковаться, если будете брать. А так, хороший самолет, быстрый, маневренный и с пушек тоже может поштурбить на земку. Использует только в качестве штурмовика на топах-притопах, используя ракеты С-24 в количестве четырех штук. Он, конечно, может и с воздухом побороться, но воздушные топовые БР я считаю, что достаточно уже неиграбельны стали, поэтому лучше использовать его для штурмовки. Ну, я так и использую в принципе Миги-21. В воздушные бои, если вы мега-профессионал, может быть, он тоже будет неплох для вас в ваших руках, не в таких кривых, как у меня. В большом флоте советов можно рассмотреть Керча Железнякова, у них неплохие орудия, не самая лучшая броня, но для выполнения опять же всяких разных марафонов, заданий и так далее подойдет. Плюс еще можно пофармить и расслабиться после тупого рандома в совместных боях. Далее переходим к Британии. Тут могу посоветовать Ширман премиумный длинноствольный. У него особенность в том, что для БР-4-7 у него неплохие сплошные снаряды почти под 200 пробоя, пробивают много чего, плюс обладают повышенным уроном после апа калиберных снарядов. Вполне себе комфортная машина, но со слабой броней и воевать на нем надо аккуратно. То же самое касается и от С-4. Все примерно то же самое, только немножко другой корпус у него. Снаряды те же самые, есть фугасики, можно легкую бронированную технику расстрелять, может помочь вам начать прокачивать Британию. Центурион Action X не самая лучшая броня башни, пробивается он легче, чем обычный Центурион, но зато может стрелять под калями на 380 пробоя и сплошнячками на 239. Опять же, сплошнячки в приоритете, потому что у них намного больше урона. Но если противник будет толстый, стреляйте по нему, конечно, под калями. Далее, Халид и Ройкот 105. Отличные машины, что одна, что вторая, обе обладают хорошей подвижностью, у обоих хорошие ломики. Ройкот, конечно, будет более предпочтителен, Халид для тех, кто хочет просто расширить сетап. Достаточно комфортные обе машины. Можете брать смело, если умеете играть на топах. Повторюсь, если на топах играете плохо, не берите их, вы будете только сливаться. То же самое касается Challenger 2 OS. Если вы на топах норм, можете брать один из самых живучих Challenger, во-вторых, плюс перезарядка на боеукладке в первую очередь у него одна из самых лучших на топах и довольно неплохие ломики британские. Тоже можете рассмотреть. По вертолетам у Британии я бы G-Links советовал взять, но у него не самый лучший зум, поэтому надо будет подлетать где-то километр на 4,5 на 5 и оттуда пулять. И, конечно же, все это желательно делать на карте с открытыми полями. В городских условиях в принципе будет бесполезен. Также можно и рассмотреть Ройволк. Я на него, кстати, как-то делал обзор, можете глянуть. В целом вертолет не поменялся по своему геймплею. Переходим к авиации. Тут, разумеется, можете брать любой премиумный спидфайр, если они сейчас есть с продажи. Разочек и проиграл на вот этом хорнете. Он неплохо себя показал против самолетов. Плюс есть возможность проштурмить наземку, но не самые лучшие эти возможности, конечно. Курсовое вооружение представлено в виде четырех испанок 20-ти миллиметровых. Далее Метеор Риппер. Очень даже неплохой самолет. Тоже 4,20-ки. Плюс 4 бомбы по 1000 фунтов, что тоже неплохо. При этом он достаточно маневренный и хорошо вертит любые практически самолеты. Sea Harrier тоже можно рассмотреть, если вы умеете летать на при топовой авиации и штурмить наземку с малых высот. У него 3000 фунтовки есть, также можно пострелять ракетами снэп. Из большого флота я бы рекомендовал Iron Duke. Он, конечно, не самый лучший линкор, далеко не самый лучший, но позволит вам быстро прокачать всю более низкоранговую технику флота британского, чтобы дойти до более интересных машин. В Японии у нас, конечно же, Чину-2. Я вам советую взять. 800 голды всего стоит. Использовать его надо как истребитель танков, то есть на близкую дистанцию противника не подъезжайте, потому что брони нет, ваншоты это часто, но убер орудие. Для своего бейера просто ваншот машина плюс лазерган. Хури-прототип тоже можете рассмотреть. Относительно бронированная САУ с хорошими камерниками, но недостаточной маневренностью, так как его версия линейная в виде продакшена, лучше будет во всем, но и выше по бейеру зато. Тоже можете прототипчика себе рассмотреть. Тип-75 МЛРС, если вы любите фан и умеете неожиданно подлавливать противника. Ракеты жесткие, выносит любой танк, если правильно ими попадать. Но для всех подряд не рекомендую. Тип-74 Г. В целом комфортная машина для притопов, практически как первый Леопард играется, со стабилизатором, конечно же. Тоже можете рассматривать, машина комфортная. И есть тепловизор еще у него. У вертолета в Японии анимешный АИЧ-1С, но эффективность у него сейчас сомнительная, потому что воюет он с помощью ракет ТОУ-2, летят они достаточно медленно, и прям надо умудряться ими попадать. Поэтому в случае, если зениток никаких нет, то можно его брать в бой спокойно, несколько фрагов сделаете. Японская авиация. Тут можно взять КИ-102, очень неплохой самолет, как для штурмовки, так и для борьбы с вражеской авиацией. Правда, легко вспыхивает, поэтому желательно урон не пропускать. Сюда же можно добавить Мустанга, на БР-3-7 вполне неплохой самолет. Легендарный Апельсин, А7М-1 тоже вроде неплох, но в основном для борьбы с воздухом. Маневренный и в целом достаточно мощный по вооружению. Сюда же можно добавить КИ-61А. Относительно быстрый самолет, чуть лучше, чем средняя маневренность и возможность сбросить пару бомб на наземку. Что же касается флота, тут конечно Айджейн Микуума, жесткий Кравль с мощными торпедами, их аж целых 24 штуки можно с собой взять и 627 килограмм тротила у них на борту. Почти любой противник подрывает с одного попадания. Также скорострельные 155-мм пушки с фугасами и камбрниками тоже можно неплохо понадавать по врагу, но надо использовать укрытие в виде островов. Китай, переходим к нему и наземную технику. Разумеется, Шерман, он в Африке Шерман, неплохо себя показал, кстати говоря, Волкер Бульдог, китайский, у него нет подкалиберных снарядов, играется он только на сплошняках, но у него за счет этого пониженный боевой рейтинг и с такой вот подвижностью, как у него, это вполне неплохая засадная машина. 85-ка ИС-2 тоже как бы золотые машины, скажем так, кто играл на советах, знают, как они катаются, в целом тоже можно рассмотреть для ускорения и прокачки. ЗТЗ-59А тоже неплохая тачка, примерно как ТО-55 играется, с теми же самыми снарядами, еще при этом у него есть лазерный дальномер, что для 8-0 вполне неплохая конкурентная фишка. В МА-301 бесящий колесник с не самыми лучшими ломиками, но для ломания таймингов подойдет. И, конечно, тип 69-2Г. Машина не самую лучшую подвижность имеет и скорость порвота башни, но играется относительно комфортно, если вы катаетесь очень аккуратно и используете укрытие. Также в качестве конкурентного преимущества имеет новые для Китая полубронебойные снаряды, у которых более 2-х килограмм тротилу на борту для стрельбы по командирским башингам. Ваншоты это абсолютно любого. Этот снаряд если пробьет. Также на этом танке есть лазерный дальномер, неплохие кумулятивы и ломики на 350 пробоя. А также радиофугасы, которыми можно забивать зависшие вертолеты на одном месте. По китайской авиации могу посоветовать Зеруху, потому что это мега маневренный самолет, который против другой летки отлично играется. Ки-84 тоже можете рассмотреть. И, конечно же, Шиньян Ков-5. Это северокорейская версия Мига с форсажной камерой. Играется очень хорошо против воздуха, разумеется, в первую очередь. Ну и поштурмить может немножко с курсового вооружения. Китайский самый бесящий ПВО-вертолет З-19Е. Обязательно к покупке, если вы качаете топы Китая. Имеет самые имбовые в мире противовоздушные ракеты ТИ-90. Также имеет возможность вести огонь по наземной технике турами Blue Arrow. Они же аналоги Hellfire'ов. Тоже очень хорошо себя показывает этот вертолет. Далее переходим к Италии. Тут могу посоветовать ПЗ-4Г, а также Тигрис. То есть это обычный первый Тигр, но с премиумным статусом. Также М-26 Риетта неплохо себя показывает, но только в топе, потому что камерники только используют, ибо кумулятивов у нас, к сожалению, при огромном нет. М-60 Риетта. Тоже при топе можете покачать. Также и ОФ-40 МТЦ. Один, наверное, из самых лучших вот такого бывого рейтинга машин среди всех наций. То есть если сравнивать Леопарда Л-44, Типа-74 и так далее, ОФ-40, мне кажется, среди них самый интересный. Из минусов у него нет тепловизора. Вертолеты можете брать по своему усмотрению. Т-129 в целом пойдет до ускорения прокачки других вертолетов Италии. Имеет ракеты ПВО АТАС, а также несет до 8 ракет Л-ЮМТЭС. Ну, они, короче, Хеллфайры. В итальянской конечно же Густав-2 и конечно же Г-55С. Мега хороший самолет, маневренный с мега вооружением. Три 20-мм МГ-151 на МГ-Шоссах разрывают любую летку. Также есть премиумный Г-91Р-4, который также стреляет, как и немецкая версия, ракетами АС-23, брать только если умеете метко закидывать по наземке. По большому флоту могу рекомендовать Леонардо да Винчи, у меня есть на него обзор. К сожалению, обладает не самую лучшую броню на своем Бэйре, но в целом неплохие пушки с хорошими снарядами. Мощные полубронебойки на 31 кг тротила для средней дистанции и бронебойные полноценные снаряды с очень хорошим пробоем, но малой камерной частью, к сожалению, 5,6 кг вот всего. То есть, если метко накидываете, можете брать. Далее у нас идет Франция. Тут я могу посоветовать, разумеется, Шерман ФЛ-10. Брони, конечно же, у него нет, но если вы аккуратно играете, 12 снарядов с перезарядкой и 5 секунд отправят любого противника в ангар. Стреляет он сплошнячками на 180 мм пробоя. Для БР-4-7 вполне неплохо. Пантера Тюфае, обычная пантера без экранов на бортах. Если знакомы с немцами, можете брать смело. АМХ-30 достаточно бесячий танк, но с относительно странным уроном у кумулятивных снарядов и отсутствием стабилизатора на БР-8-0. Что сомнительно, но если вы любите позиционку, то окей. АМХ-30 супер, то же самое, но со стабилизатором и ломами. Машина хорошая, можете брать смело. Внезапная ВБЦ Ай-2. Недавно я на ней катался, причем несколько раз, и что-то машина меня порадовала. Она прям раздает сейчас в рандоме очень даже неплохо. На этих боевых рейтингах много легкобронированных машин встречается, которых мы можем развалить. Также ломает тайминги и в борта расстреливает абсолютно любого противника. Плюс имеет возможность стрелять по авиации, так как есть автомат сопровождения целей и также тепловизор. Вертолет, наверное, рекомендовать не буду, хоть он не супердорогой, но он стреляет ракетами ХОТ-3 мега-медленными 250 метров в секунду, то есть превратить противника практически нереально. Вас, скорее всего, завалит до того, как ваша ракета долетит. Французская авиация. Тут, конечно же, можно взять Тандерболт. У него есть возможность брать подвесы, так что для штурмовки подойдет. Также самолет ВЕК-3 мега-дешевый, маневренный, хороший, против ледки отлично играется. Также есть Нарваль. Возможность у него брать 2000 фунтовые бомбы, но главная особенность это курсовые 20-мм пушки МГ-151 немецкие в количестве 6 штук. Против ледки вполне неплохо. Очень быстрый самолет, но не маневренный, к сожалению. Также для штурмовки можете рассмотреть АД-4НА. 3000 голды, возможность брать неплохие бомбы, также ракеты и 4 20-мм автопушки М3 с хорошей скорострельностью и возможностью пробивать многих противников. С большого флота могу посоветовать Курбета. Я на него также снимал обзор. По броне он, конечно, слабоват, но пушки у него относительно неплохие. Можно будет относительно быстро прокачать французский большой флот. Далее переходим к шведам. Тут я могу посоветовать Шербана, потому что Шербан в Африке Шербан. С ТРВ-ху 81-го можете взять, но желательно отстреливать ПТУРи сразу, чтобы их не подорвали вам. Леопард 1 опять вполне себе неплохо отыгрывается сейчас, но играть на нем надо, конечно же, очень аккуратно, потому что ваншоты просто будут лететь рекой. В целом больше подойдет для скилловика. Вертолет Ми-28А, конечно же, неплохая вариация для Швеции. Когда попадаете в топ, просто разносит весь рандом, потому что у него есть 16 петров атака, но ведет огонь на дистанции до 6 километров. Также есть автопушка от БМП и автомат сопровождения целей, так что может и сносить подлетающую летку. По авиации могу рекомендовать Фокера, но БР-2.0 он достаточно мощный, потому что двадцатки имеет для такого БР, это очень хорошее вооружение. Вот этот самолет возьмите, я не помню как его произносить, тоже у нас немецкие двадцатки и крупнокалиберные пулеметы на нем. Г-6 Фридриха можете брать смело. Для притопов можно рассмотреть А-32, но мне как-то он не сильно раскрылся, возможно вам повезет больше. Есть возможность сбрасывать три 600 килограммовые бомбы, также штурмить базы с помощью зажигательных баков, ну и немножечко ракет разных калибров и разного предназначения, в том числе кумулятивные есть. Ну и остался у нас Израиль, тут конечно можете рассмотреть третьего Магаха, обычный М-60, просто премиумный и быстрее прокачаетесь. Шолька Долет тоже можете рассмотреть, мега медленная машина, но способная по вооружению, желательно играть на дистанции и использовать укрытие для того, чтобы более-менее нормально накидывать по врагу. Вертолет у нас по-моему Апач, есть возможность взять 16 Хеллфайеров, которые апнутые и сейчас часто ланшотают врага. Вертолетик хороший, по самолетам особо брать нечего. Ну вот мы с вами и разобрали, что стоит взять на этих скидках во внутреннем магазине Вертандера за голду. Все, что я вам посоветовал, это лично мои предпочтения, у вас они могут быть какими-то другими, и если есть что добавить, пишите обо всем в комментариях. Не забывайте пользоваться моей рефералкой, чтобы меня поддержать, когда донатите, ну и получить мою блогерскую наклику в подарок. Ну а также, на что нет скидок, то будет моя трехпроцентная скидка блогерская, всегда доступна по этой самой ссылке. Напомню, что их у меня также напомню, что ролик выходит не только на ютубе, а еще во Вконтакте, Дзене, Рутюбе и на Бусти в раннем доступе. Ну и приходите на стримы, я их провожу почти каждый день на ютубе, твиче и вкплейлайв. Ссылки все вы найдете в описании. С вами был Фриман, всем крепких нервов во время скидок и хорошего рандома.